Играю в Блиц на плейчейсе. Соперник Уролан92, видимо Россию представляет. Да. Мало партий сыграно, значит скорее всего его реальный уровень выше, чем этот рейтинг. Партия обещает быть интересной. Каталон. Ну пока не каталон, но я скорее всего сыграю Д4. В будущем произойдет переход в каталон. С6 это достаточно приятно. Теперь опять же можно уйти в каталон, а можно сыграть Б3. Частенько поменяют схему с смешанными впечатлениями от применения и с разнящимися результатами. В целом идея берет о том, чтобы сыграть конь Д2 и Е4. Соперник очень интересно отсвечает ферзь Е7. Может быть у слона 3 хочется играть. Слона 3 я готов встретить противом ферзь С1. А ну да, Е5. Все-таки черно решили прихватить центр. Я могу попробовать сыграть в гипермодернистском стиле, оказывая фигурное давление на этот центр. Не знаю, с чего начать. Попробую пойти ладят С1. Скорее всего хочу сыграть ладят С2, ферзь С1, ладят С1. Ну, последний год в этом плане не обязательно. Но идея такая. То есть на Е4 в целом это удар... Я надеюсь, что удар виллом по воде я могу или взять, или сыграть конь А4. Наверное лучше конь А4. Может быть я переоценил свою позицию в этом варианте. Ладно, ничего страшного не произошло. Конь А4. Может быть конь Д4 имела больше смысл. Не хотел загораживать слона, но все-таки конь на Д4 лучше стоит. Еден. Приходится брать. Конь Ф5. Все эти промежутки, видимо, не работали. Конь Е5. Конь Е5. Попытаюсь подвязать фигуры черных. Конечно, это не работает. То есть может даже последовать что-то. Вроде ферзь Д8, например. Ну да, так и сыграно. Да, черные легко уравняли минимум. Могут ли они рассчитывать на большее? Наверное, пока еще объективно нет. Конь Ф3. Конь А4 смотрится глуповато. Но пока я напал на Е5 и черным надо что сделать, это не так легко. То есть если возьмут на Ф3, то я, конечно, возьму в ответ. Слон Ж4. Хороший ход. Я могу попытаться свернуть борьбу после слона Е5-H3. С разноцветом. Может быть это то, что объективно мне стоит сделать? Я все-таки не буду. Сыграю Х3 сразу. Как обычно, нет времени. Тяжело комментировать и играть. Ну ничего. Конь Ф3, Конь Ф3. И слон Ф5. И мне, конечно, хочется защищать эту пешку. Но в целом в этом ничего такого страшного нет. Сыграю об КФЕ3. Хочу Конь Д4. Слон на В2 очень силен. Не было бы у белых проблем с пешечной структурой. Было бы вообще перевес. Может быть я хочу сыграть Конь Ф4. Просто с тем, чтобы сбить слона с этой диаренали. Соперник принимает меры против этого. Интересно, могу ли я сыграть Конь Ф4? Все равно. С идеей на Слон Ф7 просто взять на Ф6 и взять на Д5. Да, поэтому слон Е6. Это означает, что, видимо, Конь Х4 ход был слегка пустоватый. Ничего не поделаешь. Ладно, на Л1 С2 делать нечего. Переставлю ее на открытую вертикаль. ДС, ДС. Теперь две открытые вертикали. Слон Е7. Сыграю Конь Ф5. Наверное, это не может быть сильно плохо. Конь нависает над позицией черных. Может придется меняться. Если будет размен, то Ферзь строгается на Е7 и у меня лучше структура. Может быть черные вернут Слон Ф8. Хотя я бы так не сыграл. Но объективно с этим ходом нет больших проблем, скорее всего. Хотя есть ответ Л1 Д2. Возможно, что черные фигуры окажутся слегка подвязаны. Ферзь А5. Теперь я готов взять здесь. Даже так. Хорошо, возьму на Ф6. Времени нет. Здесь уже Ф последует. Теперь они пытаются подкручивать. Но вот если сейчас будет размер на Ж4, то это просто разноцвет и... Лучшая позиция у белых. Ну, с лишней пешкой и лучшая позиция. Поэтому Ферзь Ж5. Ферзь Ж5 это хороший ход. Ладно, дам шаг. Хуже затробить не можешь. Времени совсем нет на часах. Позиция, конечно, неплоха, но... Да, тут уже будут проблемы. Потому что с таким количеством времени играть тяжело. Ну, в общем, этот Соберинг явно не подходит для того, чтобы записывать партии против него. По той причине, что он очень быстро играет. Может быть не очень сильно, но очень быстро. Но здесь я зевнул слон Е3, потому что... Времени у него совсем нет. Позиция становится полностью равной. Может где-то и хорошо. Есть шанс, что разменяются какие-то пешки. Диабу-7. Король ползет вперед. Диабу-6 сыграю. Последует А4, скорее всего, боятся брать тут. Ну и... Уже совсем равная позиция. Будут ли мне рубить флаг? Наверное, будут. Пробую предложить ничью. Хотя, судя по всему, Соберник собирается отказаться. Сейчас уже надо менять пешки, скорее всего. Может быть и нет, кстати, меня обманули. Но это, конечно, ничего не значит. Позиция всего ничейная даже без этой пешки. Просто буду ходить туда-сюда. Сейчас буду давать шахи. Да, ну и просто меня обманули. Здесь F4 выигрывает. Но F4 Соберник не сыграл. Теперь это снова ничья. C8 это просто ход мимо кассы. Ну да, придется сдаться. DVDs. Моя acceptance. Какие из меня после чревора часто тут же есть совет? Ну да. Автомат datos. Шахи тебе всё успели.